В Дашкенте на постоянной основе осуществляется и профилактику преступлений и правонарушений. Здравствуйте! В эфире передача «Дежурная часть». Криминальная хроника, аналитические материалы правоохранительной тематики, подробности уголовных преступлений, правонарушений или других событий, имеющих отношение к процессу нарушения закона, обзор происшествий, расследования, профилактические и информационные сюжеты – все это в данном выпуске. Смотрите далее. По факту незаконного хранения наркотических средств с целью сбыта возбуждено уголовное дело. Заключены под стражу злоумышленники, совершившие кражи из машин с помощью специального пульта. В Мерзулугбекском районе выявлен факт попытки сбыта синтетических наркотиков. Установлена личность мужчины, подозреваемого в краже из мечети. Приятный отзыв о работе сотрудников органов внутренних дел. Преступления, связанные с наркотиками из разряда тяжких, и санкции по ним крайне суровы. Согласно статье 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 20 лет. Но, несмотря на это, некоторые граждане занимаются незаконной деятельностью и тем самым приступают к закону. Особая роль в борьбе с незаконным распространением наркотиков отводится работе сотрудников ГУВД Ташкента. Так, в целях предотвращения незаконного сбыта наркотических средств было проведено оперативно-профилактическое мероприятие, в результате которого при попытке реализации запрещенных веществ на мосту Келес был задержан 36-летний Усен. Мужчина собирался передать Гашиш 27-летнему Умиду. Обходными путями Мансур и Сандяр провезли из Таджикистана наркотики. После каждой должен был передать их следующему звену цепочки. Я должен был отдать Гашиш Умиду, с которым мы вместе работаем. Мансур расфасовал вещество по пакетикам и спрятал у дома под бетоном. По его заданию я взял одну часть и отнес Умиду. Теперь я раскаиваюсь в том, что сделал. Я сам не знаю, как ввязался в это. Я работал водителем, возил Усену. Мы развозили наркотики. Познакомились с Давудом. После нас задержали в Келесе. Я хотел заработать легкие деньги, и вот к чему это привело. Прошу простить меня, я поступил неправильно. Это не стоит слез моей матери. После, на основании показаний подозреваемых, оперативные мероприятия были продолжены. Были осмотрены и проверены места проживания злоумышленников. Также были установлены и задержаны лица, причастные к преступлениям. Так, покупавший у подозреваемых Гашиш 19-летний Давуд не стал скрывать, что занимался сбытом, желая заработать легкие деньги. У меня был знакомый Умит. В конце января этого года я узнал, что он сбивает Гашиш. Я тоже стал участвовать в этом. Я брал у них понемногу и передавал своим знакомым. В общей сложности я приобретал у них Гашиш 7-10 раз. Покупал за 150 тысяч, продавал за 200 тысяч за грамм. Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУВД Ташкента, изъятым веществом оказался Гашиш, общим весом 500 грамм. По данному факту в отношении Усена, Умита, Абосы и других лиц возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Подозреваемые заключены под стражу. Следственные действия продолжаются. Теперь за совершенные преступления им грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет. С каждым годом в нашей стране неуклонно растет количество легковых машин, находящихся в личной собственности. Постоянное усовершенствование автомобилей, повышение их классности, а также стоимости находящегося в них имущества, часто вызывают зависть и интерес у лиц, которые не хотят зарабатывать себе на жизнь честным трудом. В результате они отключают сигнализацию, взламывают замки, разбивают стекла, вскрывают двери, проникают в салон автомобиля и похищают находящиеся там ценные вещи и деньги. Данные, изготовленные на заказ, пульт дистанционного управления был привезен из Республики Казахстан за 2000 долларов США. Вам, наверное, интересно, почему этот пульт так дорого стоит. Злоумышленники не раздумывая купили этот универсальный пульт. 9 марта текущего года вечером из автомобиля Лос-Эти, оставленного неподалеку от мечети в Челанзарском районе, было похищено 307 миллионов сумм. Потерпевший сообщил, что запер свою машину с помощью пульта дистанционного управления и зашел в мечеть. Когда он вернулся, машина была заперта, но денег в салоне уже не было. Следственно-оперативная группа выехала на место и изучила ситуацию. Действительно, признаков взлома автомобиля не было обнаружено. В ходе принятых мер личности злоумышленников были установлены. Вскоре они были задержаны. В качестве вещественных доказательств были изъяты похищенные денежные средства и универсальный пульт. В ходе предварительного следствия стало известно, что в краже подозреваются три человека, которые ранее были судимы и отбывали наказание по нескольким статьям Уголовного кодекса. Один из подозреваемых оказался опасным рецидивистом. Также было установлено, что данная преступная группа совершила несколько подобных краж и похитила деньги и ценные вещи из автомобилей. Один из подозреваемых, который теперь снова будет отвечать за содеянное, выразил сожаление, что не смог сдержать обещания данной матери. Я обещал маме, что больше не буду совершать преступления. Я сожалею о том, что сделаю. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 кража Уголовного кодекса Республики Юзбекистан в отношении подозреваемых избрана мера протечения в виде заключения под стражу. В свою очередь напоминаю, уважаемые водители, не оставляйте свои личные ценные вещи и деньги без присмотра. В современном мире распространение наркотиков стало одной из самых серьезных проблем. Наркотики могут до неузнаваемости изменить человека, негативно влияют на здоровье, разрушают психику и нервную систему. В целях предотвращения распространения наркотических средств сотрудниками ГУВД Ташкента осуществляется комплексная работа по выявлению и пресечению подобной деятельности. 4 апреля текущего года в ходе несения службы сотрудниками Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирзулукбековского района на массиве Карасу-1 был остановлен мужчина, вызвавший подозрения своим поведением. От жителей домов поступило сообщение о том, что некий мужчина странно ведет себя, пытается что-то спрятать. Я сразу же прибыл на место вместе с другими сотрудниками. Мужчина уже собирался сесть в машину и уехать. В руках у него была барсетка, я спросил его показать содержимое. Там оказалось 7 запечатанных пакетиков с наркотическим веществом. После мужчина был доставлен в отдел внутренних дел, где при досмотре в присутствии понятых у него обнаружили еще 19 шариков с синтетическим наркотиком. В ходе беседы 48-летний мужчина сообщил, что нашел объявление о работе в мессенджере Телеграма. За каждую закладку ему обещали платить по 20 тысяч сумм. Через Телеграм, туда написал, они попросили, дали карту, попросили на нее отправить миллион 150 тысяч сумм. Туда отправил эти деньги, они прислали локацию, по этой локации поехал, поднял вот эту вот соль. Там было 7 пакетиков в красной изоленте и было 19 пакетиков, не пакетиков, а пластилиновых шариков. На каждую штуку мне будет 20 тысяч хватить. И вот получил, две только успел раскинуть. Изъятые вещества были направлены на экспертизу, по итогам которой будет принято законное решение. В настоящее время доследственная проверка продолжается. Кража Кража – один из распространенных видов тайного хищения чужого имущества. Как правило, подобные преступления совершаются в местах большого скопления людей, в общественном транспорте и на рынках. Очередной такой инцидент произошел в одной из мечетей в Челанзарском районе столицы. Все, у кого есть твердая вера и убеждения, идут в мечеть с добрыми намерениями и делами. Однако есть среди нас и такие, кто совершает преступления, независимо от того, где они находятся. Так, по информации, поступившей на номер 102, 15 февраля Сунатала, пришедшая в мечеть Новза, оставил свою куртку на вешалке без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник, похитив из кармана одежды 6 миллионов 800 тысяч сумм и 200 долларов США. В тот день у меня в кармане было 9 миллионов сумм. Я зашел в комнату на молитву. Когда вышел, денег уже не было. Я сразу же обратился в органы внутренних дел. Они быстро среагировали и нашли его. Я благодарен им за это. При этом хочу посоветовать гражданам не оставлять ценные вещи без присмотра. Сотрудниками оперативно-розыскной службы Челандзарского района были проведены специальные разыскные мероприятия. Установлен и задержан подозреваемый в краже. Стало известно, что он, находясь в мечети, похитил денежные средства у двух граждан. Собранные по данному факту документы были переданы в следственный отдел. Несмотря на то, что в прошлом подозреваемый уже совершал кражи и был привлечен к ответственности, он продолжил приступать к закону. Посещая мечети, Аброр тайно похищал деньги граждан. Я пошел в одну мечеть. Там на вешалке висела куртка. В кармане были деньги. Я взял их и вышел на улицу. Потом пошел в другую мечеть. Когда вешал там свою куртку, увидел рядом другую, где тоже были деньги. Около одного миллиона сумм. Простите меня, больше я так делать не буду. В отношении Аброра возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169. Кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Мужчина находится под стражей. Ежедневно во время несения службы сотрудники органов внутренних дел сталкиваются с различными обстоятельствами. Они всегда стараются оказать помощь гражданам в трудную минуту. Так, благодаря оперативной реакции сотрудника Дорожно-патрульной службы, была своевременно оказана помощь ребенку. На днях одна из пользователей соцсетей Донна Шерифбаева написала пост в фейсбук-группе «ГУВД. Диалог с населением». Женщина просила помочь найти сотрудников ДПС, которые помогли ей накануне. После она пришла в ГУВД и подробно рассказала о случившемся. Я была на базаре и решила позвонить дочери. Она не отвечала. Потом я позвонила зятью, потому что на душе было неспокойно. Он сказал, приезжайте. Затем дочь перезвонила мне и сказала, что ее дочь получила ожог и просила найти врачей. Я сказала, что тут неподалеку и сейчас приеду. Приехала, а дочь держит внучку на руках. Со слов женщины, ее внучка, которой два года и восемь месяцев, получила ожог и потеряла сознание. Ее срочно надо было доставить в больницу. Они поехали на машине, но именно в тот момент по городу был час пик и пробки. Несмотря на аварийные сигналы, их не пропускали на дороге. Тогда женщина остановилась у патрульной машины и обратилась к сотрудникам. В тот момент никто не реагировал на сигналы. После я увидела сотрудника и остановилась около него. Не помню, что именно я ему сказала. Сотрудник заглянул в салон, увидел внучку и побежал к своей машине. И мы поехали. Буквально за семь минут мы доехали до больницы от Нуравшана до Чаланзара. Он заехал во двор и подсказал, куда нам идти. Сотрудник, благодаря оперативной реакции которого была своевременно оказана помощь девочке, был вызван в ГУВД города Ташкента, где женщина наконец смогла его лично отблагодарить. Со слов инспектора ДПС он ранее видел и слышал от сослуживцев подобные истории и потому, не растерявшись, принял правильное решение. В ходе несения службы на улице Нуравшан в Шайхантахурском районе около меня остановилась машина. Женщина попросила доставить ее внучку в 16-ю горбольницу на Чаланзаре. В то время был час пик, и водители с трудом уступали дороге. Но медлить было нельзя. Видеть искреннюю благодарность в глазах людей – это лучшая накрада за работу и стимул служить и оперегать граждан. Уважаемые водители, не оставляйте автомобили открытыми, а ключи в замке зажигания. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok